Переулок Некрасово в советском районе Брянска, а именно участок от улицы Калинина до улицы Некрасова. Дорожный вопрос здесь уже далеко не первый месяц остается предметом споров. Автолюбители, желая объехать ежедневную пробку у памятника артиллеристам, в качестве удобного объезда используют этот узкий и совершенно не приспособленный для интенсивного движения переулок. Особенно ситуация усложняется в зимний период времени, когда как раз рядом с нашим домом всегда скользкий участок дороги. Машины вообще не могут разъехаться. У меня мама, пенсионер, боится выйти из дома. Машины едут прямо по порогу. Некоторые водители, к которым приходилось ехать, таксисты, мне говорили, что складывалась такая ситуация, что едва не сносили ваше крыльцо. Кровина, мне об этом говорили. Не могли разъехаться. Тут, во-первых, дети маленькие сейчас. Очень много сейчас у нас молодых. Мам, очень много детей маленьких. На дорогу выскакивают. Машины, я скажу, минуты это пять-шесть машины дают. И большие джипы ходят, и все большие. Хорошо, грузовые еще не ходят. Кроме угрозы безопасности, жители переулка беспокоит и моральная сторона вопроса. Дело в том, что удобный для горожан объезд проходит по территории древнейшего кладбища, которому по меньшей мере около 300 лет. А также мимо памятника погибшим морякам и стелы в честь безымянных летчиц. Здесь же расположена и святыня – церковь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Неравнодушные к истории жителей переулка проезд по памятным местам воспринимают не иначе, как кощунство. Храм у нас Неопалимая Купина Божьей Матери. Престольный праздник как раз приходится на 17 сентября, День освобождения Брянска. У нас здесь всегда большой праздник бывает. Даже когда идет крестный ход и батюшка проводит литию, все равно машины идут огромным потоком. А в часы пик просто невыносимо. Нам бы очень хотелось, чтобы дорога была закрыта, была пешеходная зона. Потому что могила здесь везде. И под дорогой могила здесь, где мы с вами стоим, везде могила. Здесь у нас сейчас находится захоронение воинам, которые защищали Брянск в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны. Понимаете? Мы хотим, чтобы это место было доступно и для наших потомков. С коллективным обращением и просьбой закрыть проезд жители обратились к главе региона Николаю Денину. В результате в июле на переулке были установлены бетонные блоки и знаки, запрещающие движение по этому участку. Казалось бы, вопрос решен. Однако для экономистов времени этих мер оказалось недостаточно. Блоки отодвинули, знаки игнорировали. Кроме того, такой расклад не устраивал и жители, чьи дома расположены выше переулка на улице Некрасова. Я, допустим, против этого блока. Это плохой вариант. Тут церковь, правильно. Кладбище, памятники. Это нельзя. Но люди там тоже живут дальше. У них есть машины, и каждый человек может что-то к дому привозить. Это частный сектор. Мы что-то везем в доме. И мебель, и, допустим, скорая приезжает, и пожарная. Поэтому мы не должны этого делать. Надо искать другой вариант. Понять одних и услышать других. Альтернативный вариант найден все-таки был. Постановлением городской администрации бетонные блоки были ликвидированы. Установлен знак, запрещающий сквозное движение автотранспорта на участке от улицы Калинина до улицы Некрасова. Данный знак позволяет проехать жителям близлежащих домов к месту жительства. В случае же, если водитель следует транзитом через данную улицу или через переулок, то, соответственно, к нему будут применяться меры административного воздействия в виде штрафа в размере 500 рублей. Сами жильцы близлежащих домов, если знают, что действительно транспорт движется транзитом, могут фотографировать, направлять к нам. И мы уже будем непосредственно вызывать данного водителя к себе в госоинспекцию. И в случае, если он действительно там не проживает, составлять на него административный материал. Вопреки опасениям жителей переулка Некрасова, объездную дорогу в качестве капитального расширения дорожного полотна на этом участке делать не планируют. Заверили нас в областном управлении ГИБДД. Однако вопрос по усовершенствованию транспортной системы областного центра по-прежнему беспокоит горожан. Кристина Персхилова, Александр Егоров, Владимир Сидоров. События. Брянск.